слава господу приветствую дорогие друзья с любовью владимира дзюба пусть бог благословит каждого в этом дне мира благодати обновления слава богу знаете всякий раз когда размышляю над словом миссия внутри меня бурлит клокочущий вулкан осознавая то что я для этого предназначен для чего я дышу для чего бог хранит мою жизнь для чего защищает оберегает меня для того чтобы я мог выполнить ту миссию которую бог имеет в сегодняшнем дне для меня а если он имеет для меня он точно также имеет для каждого из вас миссия это то что миссия заключается в том чтобы царство божие она распространена евангелие она была про про проповеданным и знаете хочу обратиться к словам апостола павла филиппийцам 1 глава 20 стих ныне же когда как и всегда возвеличится христос теле моем жизнь нюту или смертью ибо для меня жизнь христос а смерть приобретение насколько апостол павел он осознает свое понимание осознает и понимает свою миссию была часть его жизни когда он прожил ради традиции ради религии для того чтобы сохранить он как фарисей он был этим занят и неоднократно он это даже своих посланиях напоминал о своем прошлом но пришла в его жизнь изменения для него открылся христос и он от самого начала до самого конца осознавал и понимал это то что он должен проповедовать христа и вот просто там проповеди она заключается в том что иисус он пришел на эту на эту землю вот простота временами мы как верующие мы пытаемся где-то в своем свидетельство пытаясь достичь какого-то логического объяснения того что вот как это произошло но послушайте евангелие она всего лишь навсего то что делает она провозглашается а люди которые слышат не всегда могут дойти и объяснить и логически то что они слышат почему то что его не она принимается верой верой многие из нас мы пришли ко христу когда мы слышали о том что бог сделал это нас привлекло но до конца мы не понимали суть самого иван ли я знаю что и сегодня множество людей которые следуют за христом они до конца тоже не понимают суть самого самого иван ли жертвы иисуса христа подошь это такой сложный процесс который логически даже сложно объяснимой сложно объясним и потому что моей жизни был тоже такой момент когда отзывнул за почему именно вот так вот почему именно крест почему это и откровенно до конца я не пришел к пониманию того почему именно вот так вот бог определил это но я понимаю я все это принял своей веры и благодаря этой вере это живет во мне это приводит меня к посвящению так как павел живу умираю но живу для самого христа вот точно так же и сегодня дорогие пусть никто не смущается некоторые думают вот очень важно для меня сказать что-то такое мудрое для того чтобы люди они пришли к этому и они начали это понимать послушайте павел говорит что даже мудрость божию мы проповедуем среди совершенных кто из вас может найти грешника совершенным способным осознать и принять мудрость божию никто мы не были способны но вопрос в том что работа духа божьего в нашей жизни она знаете как она привела нас к осознанию того что да то что мы слышим сегодня это жизненно важно для меня это а жила и это начало действовать в моей жизни вот поэтому дорогие стремитесь к простоте понимание того что человеку нужен иисус который умер который воскрес и который сегодня дарует жизнь вот стремитесь к этой простоте во христе проповеди простоте во христе тебе нужен спаситель тот кто может изменить это только бог изменить твою жизнь дорогие пусть бог благословит всем хорошего вдохновения вдохновения и ободрения в этом дне быть теми свидетелями нести ту миссию которую господь бог определил для нас в это время поэтому живу дышу почему бог меня хранит по одной только причине я тот человек который должен кому-то сказать об иисусе как апостол павел его бог призвал сказал ты будешь проповедовать перед царями там т 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 он открыл его миссию он понимал что рано или поздно это произойдет вот точно так же и сегодня пусть эти слова они звучат для каждого пророчески произойдет то что я провозглашу евангелие тому кто должен об этом услышать послушайте пробовать евангелие она не ограничивается нашими родными близкими знакомыми есть множество сегодня людей кто в этом кто нуждается в живом слове множество людей которые нуждаются в живом слове о христе и мы должны об этом помнить вот почему бог нас хранит оберегает а временами даже в некоторые места помещает как один человек сказал я даже не думал что я здесь окажусь на оказался здесь для того чтобы кому-то послужить и кому-то сказать слово боже бог ведет бог ведет дорогие если вы даже сегодня находитесь в другой стране в другом месте это по одной только причине бог создал эти условия для того чтобы вы могли кому-то провозгласить истину поэтому пусть огонь огонь дух духа божия в сердце каждого еще больше и больше возгорается для того чтобы мы смогли выполнить ту миссию который бог имеет для нас аминь